Предлагаю вам испечь вместе со мной эти аппетитные творожные пышки. Посмотрите, какие они поджаристые, но вместе с тем внутри тесто нежное, воздушное и пористое. Рецепт очень простой, а пышки очень вкусные. Начнем. Одно яйцо, несколько чайных ложек сахара. Сахар берите по своему вкусу и желанию, чтобы пышки получились по сладости именно для вас. Перемешиваем. Взбивать не обязательно, достаточно просто перемешать. Добавляем столовую ложку растительного масла. Используйте любое, которое вы любите. 125 граммов творога. У меня 5% жирности, можно взять 9, будет еще вкуснее. Перемешиваем. Можно пробить эту массу блендером, тогда она получится однородной. Но я решила просто перемешать ложкой, потому что хочу, чтобы крупинки остались. Вот такое получается у меня тесто с творожными крупинками. Добавляю ванильный сахар или ванилин. Но это опять же по вашему желанию, можно и не добавлять. И добавляю 5 граммов разрыхлителя. Добавляю прямо в эту массу. Кто-то скажет, надо было его добавить в муку. Но я вас уверяю, получится и так хорошо. Перемешиваю. И остается добавить 100 граммов муки. Ну, возможно, муки придется добавить побольше. Здесь уже при замешивании теста ориентируйтесь именно на свое тесто. То есть оно должно быть эластичным, нежным. Легко с ним должно работать. К рукам оно липнуть не должно. Ну, вот такое тесто получается. Нежное. Видите, какое. Очень приятно с ним работать. Ну, вот у меня к рукам оно чуть-чуть подлипает. Но я, пожалуй, муки больше добавлять не буду. Делим на 6 частей. Каждую из которых скатываем в шарик. И кладем на противень. Можно также приплюснуть. Но, вы знаете, в итоге у меня получилось все одинаково. То есть от разрыхлителя они поднимаются. И получились все округлые. Ну, лепим. Отправляем в духовку на 180 градусов. Где-то на полчаса. Пышки получились. Посмотрите, какие они красивые. Вы знаете, какие они ароматные. Тесто нежное. Оно прям дышит. Смотрите, какое мягкое. Очень вкусное. Предлагаю вам хотя бы раз испечь по этому рецепту. И они вам очень понравятся. Продолжение следует... Продолжение следует...